Я вот не знаю, да. Я бы тоже сегодня в таком коверной версии. Так. О, я видео оставил, но сделал его в ужасном качестве. Я теперь пиксельный. Вот те черные квадратики посередине, это два глаза. И мы, кстати, уже онлайн. Всем привет. Круто. Вьюеров у нас пока еще ноль, еще никто не подоспел. Хорошо. Так, ну хорошо, в общем... Подожди, мы где-то сказали, что там лайф начался и все такое. А, давай я в чачке скажу, что лайф начался. Да, давай. Пусть народ просто подходит, а мы тут уже потихонечку расфигачим, расфигачим. Будем пытаться смотреть. Так... Отлично. Сказал в чате, что мы лайф. Ну все, надеюсь понемножку подтянутся. А, я еще к самому событию напишу, что мы лайф, потому что там людям нотификация. Ага, хорошо. Ну, мне тут написали, что с большой пикселизацией я помалодел лет на десять. Ага. Это прекрасно, прекрасно. Да. Ну, правильно, чем взрослее становишься, тем больше в тебе пикселей, тем все нормально. Поэтому... Ну, опять же там... Как это... Взрослеешь, наедаешь мясо, больше пикселей, ты прав. Да-да-да. Надо больше CPU, да. Со временем в твоих байтах становится 9 битов и все такое. Ой. Как это... Инквизиции на нас нету. Инквизиции на нас нету. Да. Как это? Когда покупаешь самсунговский телефон, обязательно посмотри, сколько у него ядер, а то бывает не докладывают. Бородач, бородач. Ну, кто-то должен. Нормально, нормально. Да. Так. Ну, хорошо. Да. Начнем потихоньку, да? Да, давай. Нас потянули слушатели. Ой, так. Что, темки, темки, темки есть. Темки тут. Запись идет. Проверяю. Подожди. Подожди. Да, запись идет. Готов. Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, голодный из города Иркутска. И сегодня в этой виртуальной студии не только я, а мой коллега из замечательного Дублина. Дублина же, правильно? Да, пока еще Дублин, да. Здравствуйте. Давно не слышались. Тут небольшой перерывчик у нас случайно возник, но мы снова в строю, снова здесь, снова вместе с вами, уважаемые подслушатели. И мы продолжаем выпуске нашего почти шоу, почти шоу, посвященного разработке программного обеспечения. Вячеслав, я так понимаю, ты тоже тут засел, в общем, заработкой в последнее время, можно так сказать, прям вообще круглосуточно поделить. Ой, ну, в общем, да. К сожалению, работа с прошлого понедельника, не вот этого, которого было, а с прошлого, у меня без выходных работа, это у меня была вторая пятница вчера на всей неделе, и наконец-то я смог хоть немножко отоспаться. Ну, я думаю, много кто читал про то, что у нас Amazon, к сожалению, испытывал некоторые трудности, поэтому доблестно все решили. Ну, я, к сожалению, не сильно могу вдаваться подробностью, кроме тех, что вы и так можете погуглить на сайте. Но зато все равно у меня есть много чего интересного рассказать, потому что, в частности, эти две недели я активно переносил один из своих pet-проектов, который на Android, с Java на Skal, и делал я это именно потому, что я захотел там React попробовать, React.js, реактивную Java, вот. Это первый был мой опыт пробования React на mobile development. И поэтому, да, сегодня, собственно, тоже проснулся в 6 утра, чтобы продолжить этот проект, и чтобы было чего интересного было бы нарассказывать, и доблестно закончил. Так что, вот. Ну, то есть ты коммитнулся уже? Да, да, да. Там, кстати, вообще была интересная история. Я не просто коммитнулся. Я когда альфу сделал уже со скалой, по-моему, это была прошлая неделя, я решил дать нескольким QA, погонять это делом, заоплодил все в Google Play Store и случайно нажал Publish. И судороже узнал, что Play Store это, как это, Write-only database. Там нельзя откатить. Вот если ты запаблишил, ты можешь только зауворадить более свежей версией ПКшника. Более свежей нет. Есть первая альфа, которая и там ходит, иногда падает, и ее заревьювали и запаблишили. Я не буду называть пока имя. Я не хочу, чтобы люди этот кусок этого гуана прекрасного себе ставили, потому что она вообще не предназначена. Там, когда заходишь на страничку About, оно просто падает, потому что странички такой нет. Ну, там много веселья. И как бы, ну да, я был дико удивлен. Единственный вариант, как можно удалить аппликуху, можно зайти и подключать девайсы, на которых она доступна. При этом нельзя отключить все, можно отключить по одному. Вот ты заходишь на панельку, там написано ваша аппликуха, поддерживается тремя тысячами с чем-то устройств, да, и, пожалуйста, ходишь чекбоксом по одному, отключай. Ну, вот. Да. Лавров, Лавров. Ну, приличных слов нет, я согласен. Да. Ну, вот я... У тебя там интерес к реактиву был, поэтому... Как это... Ну, да. Формальным поводом является то, что там вот последние релиз там 4.3 Spring будет последним релизом четвертой ветки, а Spring пятой версии уже, ну, он обещает, ну, по крайней мере, первый релиз обещается во втором квартале 2015 года и типа теоретически, ну, в общем, даже не теоретически будет поддерживать реактив программинг, то есть будет ориентирован, так сказать, на использование вот этой парадигмы. И, собственно говоря, формальным поводом интереса к реактиву является как раз вот эта новость. Я так понимаю, ты вот это копнул немножечко больше, чем я, поэтому у тебя есть что сказать на эту тему. Ну, смотри, я с Java Reactive как бы давно на него смотрел, и реактив сейчас такой дикий базворд, и в разных местах, куда ни копаешь, под ним понимают немного разное. И если попытаться свести это в какую-то некоторую концепцию, то это попытка создать отзывчиво и, сейчас как же перевести, Scalable Application. Вот эти вот две вещи. Отзывчиво и масштабируемо. Во! Отзывчиво и масштабируемые аппликации. Такие два базворда, которые лежат за всем этим реактом. И, собственно, почему как бы и раньше хотели сделать то же самое, но почему это вылезло только сейчас? Дело в том, что раньше, и это в принципе даже в Android видно, для того, чтобы писать многопоточные аппликации, необходимо было учить довольно-таки серьезно многопоточность и знать, как работает multithreading и все такое, выполнять много чего самостоятельно. И зачастую это вытекало в два следствия. Следствие номер один. Много девелоперов все делали в основном трейдинг. Вот есть у тебя запрос построить UI какой-то, и куча девелоперов делала прям запросы к BD, а вообще все синхронно в этом главном трейде. И это, кстати, одна из причин, почему на первых Android 2 версии 2 аппликации жутко тормозили и тупили. Это вообще очень типичная история, очень похожа на антипаттерн. Золотой сервлет или волшебный сервлет. Как бы такая вот история. Оно тянется, тянется очень давно. Как бы там и по-разному эта история называлась, когда, собственно говоря, вместо того, чтобы использовать нити, использовать среды, использовать, соответственно, многопоточность, ребята все в одной ветке фигачат. Соответственно, если там делается графическое приложение, то, соответственно, вот где там синг отрисовывается, условно говоря, в него все и колбашивает. Соответственно, если это делается в веб-приложении раньше с GSP, то есть все в одном сервлете. То есть с базой данных и со всеми там, и с пулами, все тоже в одном сервлете. И здесь, я так понимаю, с Android та же самая история была, да? Да, конечно. Причем это было, если в сервлетах это просто плохие практики, то в Android там вообще все было плохо. Там вот целый API был, который, например, завязывал query из базы данных к потоку, к нити, которая рисовала окошечка. Вот это реально было на уровне API. Ты говоришь, какую query сделать? С одной стороны, это было классно, потому что оно было вот жестко привязывало к окошечку, и когда окно закрывается, то оно закрывало connect к базе данных, все само делало. С другой стороны, если query большой, то это было прям печально, и это все вот реально было на уровне API, и прям вот так вот... Канализировать ничего не надо было, да? Вот это все этой фигней заниматься. Да, ну да. В результате, когда люди попытались ввести best practices о том, что этого не делать, стал вопрос, а как же делать? Ну и один из ответов, который был все это время, это давайте прикручим потоки. И тут появляется такая штука, что, оказывается, нужно знать многопоточность, и она, кажется, сложная. И, ну да, она как бы была всю жизнь сложная, она была проблемной, и большая часть людей, которые пытались сделать best practices и выделить это все на фон и все такое, это были синеры, как правило, или, ну, те, кто знает, как это делать, руки прямые, скажем так. У кучи джинов, когда они начинают делать фоновую обработку чего-либо, ну, там начинается прям жесть их ревьюить, их коммиты, и лучше, чтобы они писали хотя бы работающие на медленный сервлет, чтобы хотя бы работать, не падать, чем вот то, что иногда выкатывают. И, ну, как бы время шло, и сейчас у нас состояние, когда мы совершенно не паримся по поводу оперативки на машинах, и у нас появилась такая штука, как FP, функциональное программирование, которое дает кучу решений за счет оверхила памяти. Кучу решений, в том числе по решению проблем многопоточности. Ну, просто банальная имитабилити и вот это вот все. И реактив, во всяком случае тот реактив, который я вижу, который пришел в Java, это не более чем такие best practices, которые все время были в FP, и которые пришли теперь в обычное программирование как дефолтное решение для создания отзывчивого интерфейса за счет создания многопоточных хендлеров, очень правильное создание многопоточных хендлеров и, ну, и само собой масштабируемых. И вот такой примерчик с Android, да, который мы рассмотрели, вот где надо сделать query. У Android есть best practice поднять фоновый поток, этот поток чего-то сделает, потом вернет. Проблема фонового потока в том, что когда он вернет это что-то, окошечко само собой уже может даже не существовать, все это загнется. Ну, проблема номер один. То есть нужен какой-то callback где-то зарегистрировать и потом, собственно говоря, куда-то это все подвернуть. А callback? То есть callback должен быть умным, он должен посмотреть, ага, я принял вызов, а теперь мне надо понять, а мое окно, на котором надо отрисовать результат, оно еще существует? Вот. Вот. Потому что в отличие от веб-сайта, где ты закрыл окно и вообще все закрылось, на Android application живет, но окно могло поменяться, и новому окну же совершенно может не нужны быть результаты, которые все еще кверятся где-то там в потоке на бэкграунде. Это раз. А во-вторых, а что делать в случае проблемы? Вот. Завязаны вы на либе, которая кверит и кидает какой-то exception. Причем exception runtime. Вот не дай бог она кидает runtime. Вам на самом деле до лампочки какой exception он кидает. Если он кинул хоть любой exception, вообще любой, если по какой-то причине он не может закончить, вам надо показать юзеру сообщение. Я не могу закончить. Соответственно, вы получаете thread, который завернут try-catch, где вы кетчите вообще все, потому что вот реально вам все равно, что он кидает. Но вам даже если что-то, если нульпойнтер где-то упал, вы все равно хотите показать. И ты на это смотришь, у тебя кровь из глаз. Давай так, не показать, а каким-то образом обработать. Да, то есть может быть что-то другое показать. То есть не обязательно показать, что типа вот ошибка. Ну вот конкретно у меня в примере, да, я там с трех, мне надо запросить в моем андроиде аппликейшн три endpoint, и как-то смержит данные. Если endpoint по какой-то причине не дается запросить, я там ретраю, но в конечном итоге, если ретраи не прошли, мне нечего юзеру показать. Я говорю, вот извини, мне ж могла, да, приходите попозже. Вот. Ничего с этим не поделаешь. А теперь появляется, вот это все появляется в парадигме FP. И FP чего нам говорит? Есть монады. Есть, например, такой монад, как try catch, который возвращает или ether, или optional. Ты ему говоришь, а давай-ка ты вот это экзекьютишь параллельно, сам словишь все, что он может выбросить, и вернешь мне ether, которая на самом деле пара. И там будет или не нулевой результат, или не нулевой exception. Вот. При этом я оставляю на откуп, допустим, это скаловская future, может быть, или чего угодно, я оставляю на откуп поднятие фоновых процессов, я абсолютно не делаю никакой синхронизации, я создаю кучу объектов, которые, ну, не кучу объектов, на самом деле, я декларативно описываю пошагово, что должно произойти, я не хендлю поток, я не хендлю коллбеки, я в результате только получаю ether, который говорит, или я шмогла, или не шмогла, и все. И в результате единственное, что мне как девелоперу остается, это, ну, понять, что мое окно еще существует, и запихнуть туда data, или запихнуть туда результат. Но, как сайд-эффект, у нас, получается, все негативные вещи в FIP. Да, если мы пишем в функциональном стиле, то на каждый чих у нас будет аллокейтиться новая память. Что раньше было критично для андроида, но сейчас даже на андроиде у вас куча места, и если вы вместо 2 мегабайт в оперативной памяти сожрете 5, ну, вообще никто не заметит, как бы, ну, всем пополам. Ну да, в общем-то. Вот. Ну и да, FIP вам приносит scalable, как я уже сказал, и основные best practices FIP вам приносят отзывчивость. И вот везде, где я копал реактив, по большей части это просто перенос хороших best practices, которые существовали в FIP теперь в мир интерфейса и, например, той же Java, где… Вот. Но, опять же, под реактивом сейчас такую кучу разного всего понимается, что прям… Я тут недавно видел один твит, когда человечек посмотрел на React.js и написал «посмотрите на React.js, ОС пишут» и сайтик «React.os». Ну, это красиво. Ну, по крайней мере, это красиво. То есть, если облажался, то вот так вот FIP по-крупному. Да. По крайней мере, да. Вот. Это вообще замечательно. Замечательная история. Ну, в итоге ты откатил приложение или наказал его вперед, или как ты с ним поступил-то? А, Апликуха так и торчит в Альфе, поэтому я имя не даю. Я потом, когда она выйдет… Ее нельзя откатить, вообще нельзя. Вот, в принципе, с ней ничего нельзя сделать. Я потом понаходил девелоперов, там, оказывается, целые большие плачи в Гугле, там вот целые комментарии есть. Если у меня эта Апликуха не поддерживается, качайте вот ту, которую ставят прямо в описании Апликухи, ибо не могут ее убрать из стора. Ну, и да, это… Вот. Да. Это, конечно, тяжелая, тяжелая история. Тяжелая, согласен. Ну, по Reactive у меня все. Я потом еще порассказываю. У меня тут есть другая боль по поводу того, как я… Я помню, Reactive еще и на скалу переезжал в Android, поэтому еще вот здесь есть что излить. Да. Есть на что наступить, да? Да. Понятно, понятно. Ну, хорошо, давай немножечко еще тоже разбавим это все чуть-чуть новостями, а потом перейдем к чему-нибудь другому. Давай. Из последнего такого интересного, что происходило за то время, пока мы с тобой не слышались, мне очень понравилась встреча разработчиков OpenWZ. это, собственно говоря, контейнер… Ну, точнее, Linux… Точнее, нет, даже так… Такое сообщество разработчиков Linux-контейнеров, наверное, да? Это была встреча в Яндексе, такой Яндекс-гость. У них такой есть проект. Когда к ним приходят, у них там на их площадке устраивают всякие непотребства. И в основном там были ребята из, там, условно, Parallels. Ну, Parallels, Один, там, это все, Elastic. Elastic, CloudLinux, по-моему, кто-то был, да. И, собственно говоря, ссылочку я, наверное, приложу в шунут к нашему подкасту. Ну, или, я не знаю, можно куда-то еще бросить, если есть желание. Идея в том, что ребята выступали, рассказывали… Все-таки прошло 10 лет вот этому контейнерному движению. И, по сути дела, то есть тот докер, который мы и видим, это вот такое логическое завершение вот этого большого пути, мне кажется. Ну, не логическое завершение, а такой промежуточный этап, мне кажется. Как-то это все аккуратно к нему свелось в конечном итоге. Хотя все это параллельно развивается. В любом случае, по этой ссылочке можно посмотреть доклады, которые там приложены в виде PDF-файликов. К сожалению, видео пока не выложили, и, я не знаю, может быть, его и никогда не будет. Но, по крайней мере, там есть люди, есть, собственно говоря, PDF-презентации, можно посмотреть что-то интересное, и потом, мне кажется, настучать этим людям… В смысле, постучаться. Вот, ссылочку приложу. И это такая вот новость была. А кинь в чатик, если нотят с собой где-то там из кармана быстро достать. Да, я из кармана быстро достану. Так, а в какой чатик нам бросить? Java наш в Slack. А, все, хорошо, в Slack. Это вот 19 сентября. Слушай, вот тут чуть-чуть такой вопрос. Linux-контейнеров, а там хоть один доклад не о докере был? Ну, там, ну, понимаешь, как бы там… Был, 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 конечно. Конечно, то есть они про разное. Немножечко про разное, все про свое, как бы у всех наболевшее, но… И там хорошие ребята, очень хорошие продукты, и, собственно говоря, интересно послушать. Ну, вот, к сожалению, я не попал, но… И, наверное, кто-то про Rocket рассказывал. Один человек был про Rocket, поэтому назвали вот… Linux-контейнеров. Ну, ладно, ты ладно. Кончай, люди реально делом занимаются. Нет, так хорошим я уж не спорю. И факт того, что докер всех изживает, это же не означает, что это плохо. Но просто я жду, когда люди это признают, когда уже начнется всякий докер-саммит и докер-конфы, а не… Почему? Ты как-то, мне кажется, пропускаешь многое. То есть достаточно много… Вот из последнего, из такого, что я помню, даже вот в русском комьюнити, недавно вот выступал из Альфа-банка, по-моему, коллега по поводу докера. У меня где-то ссылочка даже сохранена, точнее, скачанное видео. По-моему, в Deutsche Bank ребята выступали. У них было, как, собственно говоря, жить с докером в банковской инфраструктуре. Ага. И там, в общем, достаточно интересно послушать. Я вот прямо сейчас сходу не найду эту ссылочку, но я ее вот в шоу-ноуты к подкасту уже приложу. То есть вот из кармана ее сложно ее будет достать, потому что как-то так не подготовился, не подготовился. Ай-яй-яй. Да, вообще… Виновен, виновен. Я бы посмотрел на эту ссылку, да? Угу. Я потом найду ее и приложу, надо записать, не забыть. Так, пока я тут записываю, ты можешь какую-нибудь новенькую, какую-нибудь тему открыть. Тему. Хорошо. Я могу начать про вот то, что я обещал, насчет Android development и скалы, потому что вот она у меня там крутится. Да, сейчас я закрою ссылку, эту интересную ссылку. Надо себя по рукам бить, когда ты что-то интересное кидаешь, чтобы потом почитать, то из головы все начинает остальное вылетать. Хорошо. Есть такая штука, как ScalaDroid, которая мне позволяет писать на более чем прекрасной скале нормальные аппликейшены для Android, а не мучаться на Java, потому что вот после простого перехода кода у меня размер кода уменьшился, ну, больше, чем в два раза. Просто потому что это Scala, да, которая более выразительна. И те проекты, которые я перехожу на скале, я пишу, конечно, маленькими командами. В смысле, там, где я, максимум еще два человека, поэтому мы не паримся до всех проблем, которые есть в больших проектах. Большие проекты, само собой, там, совершенно другие языки. Android — это, по-моему, прекрасно. Но есть некоторые проблемы, которые просто замечательные. Сейчас я так издалека буду к одной проблеме заходить. В Java, когда создаете какой-либо класс, создается такая штука, как ConstantPool, в которой на уровне байт-кода ложатся все константы, которые вы используете внутри вашего класса. Соответственно, если у вас есть стринговое поле, то в этот ConstantPool, например, положится тип string, который имеет обычный string, там будет массив характеров, которые описывают. В результате в каждом классе, где вы используете string, у вас будет поле, которое описывает этот string. И Warhill по памяти, на которую никто не обращает внимания, потому что GVM, вот она так устроена. У нее создается ConstantPool, и там куча дублированной информации. В андроиде, чтобы это все избежать, сделали GlobalConstantPool, у далвика есть большой ConstantPool, и в результате, если хотя бы в одном классе есть поле string, то референс на это поле и описание типа этого поля будет в этом GlobalConstantPool. И, соответственно, везде, где используется стринга в качестве поля класса, будет ссылочка на этот глобальный ConstantPool. Отсюда веселость. Веселость такая очень интересная. ConstantPool, что в GVM, что в далвике, само собой имеет границу, он не может быть вечно расширяем. И эта граница имеет 65 тысяч. 65 тысяч объектов на класс нормально. А вот на всю аппликуху, это означает, в принципе, если так напрямую перевести, что в андроид аппликейшене не может быть больше 65 тысяч имен методов. Вот если у вас 65 тысяч методов, все, аппликуха не соберется. Это не влезет просто в ConstantPool. Соответственно, если у вас даже маленькая программулина, но вы к нему линкуете большой джарник с большой любой, то она может упасть. Вот скала – это прекрасный пример. Когда вы линкуете капликухи весь скала-фреймворк, то оно просто не соберется. Оно будет лежать и даже не скомпилится. Соответственно, чтобы это сделать, есть два пути, с которыми я столкнулся. И всем придется так или иначе сталкиваться, потому что я даже когда не писал на скале, я когда-то эту проблему уже поднимал. Если вы линкуете много джарников на андроиде, вы можете столкнуться с вот этим. Так вот, в андроиде, начиная с версии 5.0, появилась андроид рантайм. Это такая замечательная приблуда, которая при установке ваших аппликейшен компилит их в native. Вот вы когда кликаете install, если у вас лолипоп, и у вас есть этот андроид рантайм, который еще не всегда заменяет далбик, то аппликуха компилится в native и дальше уже там бегает. И вот для native никакой constant pool там уже не проблема, он компилит совершенно по-другому, он там реально делает все по-другому. Соответственно, для того, чтобы писать нормально на скале, вам придется забыть о поддержке девайсов до 5.0, до лолипопа. Что, в общем-то, не критично, потому что я руку наотрез даю, что если у человека андроид и на его девайс не прилетело обновление до лолипопа, скорее всего, он вряд ли заплатит за вашу аппликуху дальше даже доллар. Более того, скорее всего, этот человек попытается у вас украсть, пойдет на торрент, хакнет, поэтому вы будете работать на людей, которые будут пытаться у вас сорвать, поэтому дропните эту поддержку до пятерки, и все, и будет вам счастье. Скидываешься руками, а? Слушай, он. Да, заодно, вот залазя во все эти вещи, разбираясь в констных пулах, я наконец-то осознал, почему так тяжело в мире андроида с поддержкой, и почему они не выкатывают апдейты, и почему там все так туго, и если выкатили какой-то девайсик с каким-нибудь андроидом 4, и это не топовая модель, почему там выкатывается пятерка и все такое. Если интересно, то попозже расскажу, а сейчас я первый микрофон, может, тебе обратно передам. Вдруг у тебя чего уже на карьеру сказать. Да-да-да, во-первых, как бы я тут должен вернуться, как бы, так сказать, немножечко левее, и вспомнить, я нашел, пока ты, значит, изливал душу, можно так сказать, выступление это было аж в конце августа, выступал Александр Тарасов из Альфа-лаборатории, подразделения Альфа-банка, вот, и, собственно говоря, рассказывал, он, прям так, доклад называется «Докер в банке». Вот, на Ютьюбе есть, соответственно, запись, и это была встреча «Кодфриз». «Кодфриз». Вот «Докер в банке», я считаю, это хорошее название, это шикарное, и «Банка в холодильнике», да, где-то там? Ну, там, приблизительно, да. Тоже в чатик бросаю нашу ссылочку, да, прекрасная. Ну, по крайней мере, я вот первый раз посмотрел, потом, причем, как бы, смотрел так отрывками, потом еще раз пересматривал. И я думаю, что вот сейчас у меня немножечко просветлилось, и надо еще раз будет пересмотреть, потому что есть ряд вопросов, которые накопились уже с Александром. Может, пригласить пообщаться на эту тему, на тему докера в привате, или, может быть, прямо в подкаст посмотрим, вдруг получится. А ты вообще как докеры используешь? Активно? Я не помню, спрашивал у тебя или нет? Нет, ты меня не спрашивал. Сейчас я не использую, но я активно готовлюсь. У меня вот сейчас три машинки, две освободились, и одна вот на стреме практически. Как только они там окончательно зачистятся, вот, я собираюсь на них накинуться, использовать их, ну, как докер-платформу, условно говоря, такой, условно, клауд, по которому можно ездить с докером. Ну, и, конечно, естественно, прикрутить туда артефактори, который бы отдельно там лежал, хранил собранные докер, соответственно, контейнеры, и чтобы можно было их раскатывать уже прямо с артефактори. Вот, ну, по крайней мере, такая идея изначально существует. Посмотрим, как она получится. Пока как бы вот я подбираюсь к этой теме. А ты смотрел, ну, то есть, ну, ты же понимаешь, да, если у тебя кластер будет, то тебе надо чем-то менеджить. То есть, докеры это хорошо хотят, но чем ты будешь эти машинки менеджить? Ну, пока я даже, знаешь, я пока на стык этот вопрос положил и решил, пока вот у меня железо не появится уже, так сказать, которым можно будет сетваться. То есть, это у меня уже на недельку запаздывает, так сказать, этот срок очистки машин, но в ближайшее время они ко мне поступят уже, так сказать, в пул, и я ими займусь. По крайней мере, есть желание. А ты имеешь мнение по поводу, так сказать, чем это все лучше всего, так сказать, это оркестровать? Да, я же тут активно пиарю кубернетус, да, я просто его обожаю, я оркестровываю при помощи него, но как раз хотел бы тебя попросить, если получится, его попробовать что-то другое, да, о том, что я как полный аутсайдер сижу, там все уже давно решили на уровне докера самого, он там же выкатывает свои плюшки, а я вот тут сижу и вязаю кубернетус отсталый. Ну, слушай, я запишу себе кубернетус в качестве таких этих маячков. Ну, это обалденная штука, просто прекраснейшая, она тебе из коробки делает все, что надо, да, ты говоришь, вот у меня в веб-сайте к артефакторе, я хочу, чтобы за ним всегда было минимум два контейнера, и у этих контейнеров была вот эта вот SSD-ха, которая remote SSD, например, на Google Cloud или AWS. Если у тебя вдруг одна машинка упала, на нем упал докер, он переназначит новый докер на совершенно другую машинку, если у него есть, поднимет, и у тебя реально всегда будет, сколько ты сказал, машинок, точнее, контейнеров, крутиться за DNS-записью. А на DNS-запись он автоматом балансировщик поднимает, какой-то, смотря какой. То есть кубернетус он сам по себе не запускается, он обычно запускает поверх клауд-провайдеров. Ну, можно развернуть он в своей инфраструктуре, но ему надо какой-то бэкэнд для запуска лоад-балансировщиков. У меня вот, кстати, вот сейчас сразу, пока ты рассказываешь, ты бы немножечко скорректанул. У меня приватное облако, даже не облако, как бы, у меня отдельные физические машины, которые я хочу собрать в какой-то клауд. То есть вот в этой инфраструктуре... Да, оно для этого. Этерогенный Linux, условно говоря, да, то есть который будет являться, так сказать, базисом, то есть такой базовой операционной платформой, соответственно, и поверх него будут бежать докеры. Соответственно, я так понимаю, что с этой задачкой, соответственно, кибернетус уже вполне себе вполне справляется, да? Да, прекрасно исполняется. Он назначает... Ну, через него еще ты сможешь прекратить и мониторинг довольно-таки неплохой, который тебе покажет состояние машинок, потому что он же еще должен принимать решения, а для того, чтобы принимать решения, он смотрит CPU, memory, при этом он там грамотно делает. Ты ему говоришь, сколько, например, у твоего докера одного может быть максимум memory, и когда он смотрит и принимает решение на значении, то он смотрит суммарно у каждого контейнера, сколько заявлено ему может понадобиться, а не сколько они сейчас пожирают, потому что сейчас они могут мало жрать, да, но он пойдет пик, и они все поднимутся, вот, поэтому на нем можно очень грамотно построить штуку. Но, да, если у тебя свой private cloud, то, конечно, придется горизонтально позаниматься всякими делами, но это с любым решением, как бы, я не видел ничего простого. Это хорошо, это прямо интересно. Ну, я себе уже записал, так что, в общем, буду посмотреть в эту сторону. Окей, окей. Так, хорошо. Слушай, ну вот по поводу у нас такая немножко холиварная темка осталась, из таких прямо заранее как-то объявленных, но, по крайней мере, мы как-то на нее смотрели. Это про backend frontend, и, собственно говоря... Да, там есть бэкграунд у этого вопроса, на самом деле. А, ну давай тогда бэкграунд, и потом как бы мы... Погодим его. Да. Как эта темка получилась? Пришел один студент и сказал, расскажите-ка, чем вообще backend от frontend отличается. И потом кто-то еще поднял это в чате, кажется, или у нас в мейл-листе, у нас в мейл-листе есть, и... Ну, это уже, правда, от жаровой курсов подкаста, к сожалению, пока мейл-листа нету, но он, надеюсь, появится. И вот там прям такой угар пошел, и все начали спорить, что такое backend, frontend, чем они отличаются, и т.т.т. Поэтому, ну давай, вот, расскажи. Расскажи ты, потом я что-нибудь тоже расскажу. Что такое? Я как-то даже... В смысле рассказать, чем backend от frontend отличается? Да, да, да. Дальше. Это как-то странный такой вопрос. Вот... Да. Вот frontend — это все, что я не делаю, и все, что я делаю, это backend. Вот ответ хороший. Хороший, да, да, да. Тут, на самом деле, нужно зайти с такой темы. Мне кажется, давай мы немножко похолеварим. Наверное, одна из самых старых таких commands, что программист, любой программист, он должен быть, ну, условно говоря, full stack программистом. И это хорошо, и это правильно. Особенно это стало актуально. Ну, вот это, вот это, вот это, манса с появлением, ну, точнее, с пропагандированием agile'а и с пропагандированием, значит, скрама, что вот любой программист, он должен быть full stack, чтобы можно было любой задачей заниматься. То есть, что здесь мы, когда говорим full stack, мы имеем в виду, мы имеем в виду, что наш программист условный такой в вакууме, да, то есть он может заниматься любой задачей. То есть и в базе данных поковыряться, и, соответственно, такой на уровне DBA какого-то такого, может быть, не суперпрофессионального, но вполне. И, значит, соответственно, поделать какие-то серверные задачи, и какие-то фронт-эндные задачи, и в UI поковыряться, и там JavaScript писать. Собственно говоря, все. И даже потестировать программное обеспечение, то, которое он только что писал. Это идея, мне кажется, вредной, хотя на каком-то этапе она как-то срабатывает. Есть мнение о том, что в каких-то отраслях это прямо очень надо-надо-надо, а есть мнение у некоторых, что нужно очень сильно специализироваться. Ну, так получилось, что я, наверное, отношусь к второй категории людей. Мне кажется, что люди более специализированные, хотя имеющие кругозор во всех обрастях более-менее, они более ценны. Вот. Хотя со мной можно здесь не соглашаться. Так вот, чем блок-энд и фронт-энд отличаются, ну, если вот мы к вопросу говорим, то раньше, наверное, ничем не отличался. Вот как-то была программа, и, собственно говоря, ее взаимодействие с пользователем, оно там заканчивалось над тем, что пользователь вызывал эту программу просто. Ну, то есть вызов программы вместе с какими-то ключами, это и был весь интерфейс к программе. То есть пользователь, по сути дела, одним взаимодействием, одним вызовом, собственно говоря, и работал, собственно говоря, с нашим программным обеспечением. И это и был интерфейс. И тогда, соответственно, наш программист был таким классическим full-stack программистом. Ух, делал все. Вот. А потом появилась очень интересная концепция графического дизайна, и, соответственно, у нас появился пользовательский интерфейс UI и, соответственно, фронт-энд. То есть это часть, которая повернута к пользователю лицом. Соответственно, и бэк-энд, то, что пользователь никогда не увидит вообще в принципе. То есть по большому счету появились две области, которые очень сильно по скиллам различали людей. То есть одна из этих людей, частей программистов наших, пыталась, соответственно, сконцентрироваться на том, что решать бизнес-задачи на виде обработки файлов, вычисления каких-то математических формул и так далее. А другая часть, соответственно, была сконцентрирована на том, как представить данные пользователю и, соответственно, показать. Ну, если мы в общем говорим, то это ребята рисовали формочки. То есть и взаимодействие с пользователем, диалоги – это большая работа, реально очень много там всего, хотя не очень сложного, но просто очень муторного, к сожалению, по моему мнению. И классическим примером вот такого фронт-энда UI является там свинг-приложение, которого, то есть большая часть – это, собственно говоря, есть, и больше работа сконцентрирована на том, чтобы срисовать эти формочки, диалоги – это просто там застрелиться можно, конечно. Вот. Там, конечно, тоже очень много своей магии черной, но, в общем, вот это классические представления фронт-энда. В итоге, если мы говорим про классический интернет-мир, то здесь вот все, что на пользовательской стороне, то есть в браузере происходит – это JavaScript, CSS, HTML, соответственно, Flash, который там, соответственно, загружается на клиентскую часть, соответственно, и там какая-то бизнес-логика, которая сконцентрирована в части пользователя – вот это есть тоже фронт-энд, по большому счету. Ну, и фронт-энд-девелопер – это, соответственно, человек, который занимается вот этой частью. И, как правило, как раз сейчас, когда говорят про фронт-энд, это очень часто подразумевает именно такого человека, человека, который занимается вот именно вот этой вот JavaScript-овой браузерной частью, и, скорее всего, вот именно такого программиста имеют в виду, когда говорят про бэк-энд, ой, про фронт-энд. Соответственно, про бэк-энд, говорят, это, соответственно, человек, который там с сервлетами, с прингом и со всем остальным, с Monge, с Java и так далее, так далее. Вот это вот человек, который уже с той стороны, с той стороны сервера, куда пуля прилетает и где он ее обрабатывает каким-то образом и отправляет обратно в виде уже каких-то результатов. Вот. И я не знаю, что к этому еще можно добавить, потому что это такое достаточно общее место, мне кажется. Ну, позволишь, я тоже поделюсь тогда своей стороной. Я начну с того, что я полностью согласен с тобой по поводу, вот ты там описал насчет того, что девелоперы должны иметь глубокий кругозор, но имеют детальную глубокую специализацию. Мне нравится сравнение одного из известных авторов, вот запамятовое имя, когда вы представляете себе букву Т, и вот верх Т-образный – это большая область, которую должен девелопер знать, но не глубоко, но в одной точке он должен вот идти и очень глубоко копать. И да, ты автора вспомнил или аналогию? Я вспомнил аналогию и пытаюсь сейчас вспомнить автора, потому что я недавно приводил одному из молодых аспирантов эту тему. По-моему, книга «SoftSkill» называется и описывает жизнь девелопера. Вот в любом случае, даже если нет, то, кстати, «SoftSkills» – это одна из must-read книг по поводу для девелопера, ну, и там точная ссылка на эту аналогию. Ну, не помню, да. Но это так. Вообще, да. А, «SoftSkills». Я не помню, но она сам... Вот если «SoftSkill» for engineer или for program developer, она первая будет. Я посмотрю, у меня она в аудиокнигах осталась, но просто не хочу прямо сейчас смотреть, а то я потеряю все мысли. Давай, давай, давай. Так. Дальше. По поводу специализации. Хороший пример. Очень хороший пример. Недавно Шепелев, который пилит Java VM, говорил, что... приблизительно статистику, что над тем... Над VM, над Java VM на всей планете трудится до тысячи людей. Приблизительно тысяча. Со всех разных компаний, с тех пор, как OpenJDK стал открытым, с разными конкурирующими, ну, в сумме. И эта цифра в два раза меньше того, что нужно. И готовы платить практически любые деньги, да. В некоторые вакансии там доходят суммы до нескольких сотен, в смысле нескольких сотен, до 600-700 тысяч где-то в силиконовой долине. Можно легко зашибать в год. Если у вас вот такие хардкорные скиллы по VM, вы хотите пилить язык или виртуальную машину, и у вас большой опыт, но все равно нет людей. При том, что поиск идет вот реально в масштабе шарика. При этом, если человек приходит с хорошим знанием low-level staff, все равно ему надо год вкалывать, чтобы он там был продуктивный, и только после этого реально он сможет что-то привносить. И как бы, ну, таких людей мало, которые хотели бы два года вкалывать, и только через два года они смогли бы приносить профит. Все сейчас хотят быстрее результат, побыстрее что-то сделать, поэтому много людей программирование ассоциирует с разработкой фронт-энда. Особенно веб-сайт, который раз-раз и в продакшн, да, положил, он работает, и сразу видишь результат, да. Вот. Никто не видит вот весь этот middle-of-war, где на самом деле деньги, потому что основные деньги, они в легосе, они не в стартапах. Ну, есть выстреливающие стартапы, но большая часть денег не там. И никто не хочет учить вот это вот все хозяйство. И отсюда, мне кажется, сформировался такой интересный принцип, который, мне кажется, очень правильным, который объясняет, что такое бэкэнд, и косвенно определяет уровень программирования у человека. Мне кажется, что ты тем больше программист, чем дальше твой код от юзера. Чем более ты пишешь бэкэнд, и тем более ты лучший программист, чем дальше ты от взаимодействия с пользователями. Вот это вот, мне кажется, такой самый явно работающий для меня принцип. Даже когда я смотрю на людей, которые пишут JavaScript, если проект сложный, там всегда выделяется человек, который пишет JS в любую, который решает сугубо логические задачи. Математический просчет, вот как в Android, да, просчет траектории полета какой-то игрушки, физика, какие-то вещи типа NLP для решения natural language processing stuff. Сейчас отвечу на счет книжечки. Да-да-да-да-да, это вот книжка, да, вот она. NLP-шный stuff, как Siri, например, на мобильнике, которая косвенно все равно будет с юзером взаимодействовать, но косвенно. И вот чем дальше вы отходите от юзера, тем, во-первых, там больше денег, потому что требуется больше специализации. С другой стороны, само собой, можно так оказаться, что вы узкоспециализированный человек по предмету, который перестал существовать в этом мире вообще. Например, вы разрабатывали ядро Adelphi, да, ну и окей. Или вы там хорошо знаете Pascal, я вот, ой, Pascal, да, Perl. Вот на Perl еще можно найти работу, еще куча вакансий на Perl. А вот через лет 10, я думаю, что, вот, кстати, да, я думаю, что через лет 10 специалисты по Perl будут получать очень много, потому что на все две вакансии останется только один специалист, и чтобы он работал на двух работах, ему будет вынуждено платить очень-очень много. Но в целом, да, если вы дико специализированный человек, у вас есть риск потерять этот рынок вообще, и в какой-то момент вы можете остаться за бортом. Но в целом, как тебе вот этот принцип насчет дальности от юзера? Слушай, я вот, кстати, вспомнил, быстро-быстро в продакшн, да? Слабшит together and deploy. Вот, собственно говоря, принцип интересный, конечно, но как-то мне кажется, он не совсем верен. Давай немножечко вернемся со стекла, снимем книжку. Эту книгу написал Джон Сонс, SoftSkill, The Software Developers Life Manual. Так, эта книжечка есть на Амазоне в английском языке. Ссылочку кидаю в наш чат. Это, естественно, будет приложено в шоу-ноты к нашему подкасту. Вот, книжечку можно купить, скачать, найти в интернете. Вот, теперь вернемся, собственно говоря, к чем дальше, тем ближе. Я бы чуть-чуть изменил твою формулировку, не чем дальше от пользователя, а чем ближе к бизнес-задаче. Почему? Потому что может быть, очень важный момент, может быть все деньги сосредоточены во взаимодействии с пользователем. И тогда ты хочешь, не хочешь, ты должен быть, ну, то есть на острие, вот именно вот этой части. Там, где деньги сосредоточены в бэкэнде, они должны быть, ну, ты должен быть в бэкэнде. Там, где деньги сосредоточены во фронтэнде, ты должен быть во фронтэнде. И многие люди, которые занимаются фронтендом, с тобой просто не согласятся исключительно потому, что то, что они делают, там деньги, именно деньги находятся вот именно на переднем краю, на фронтенде. Потому что большая часть приложений, на мой взгляд, они, ну, к сожалению, их ценность заключается не в бэкэнде, не в том, что одна и та же функциональность у них реализована, а в том, как она подана, то есть в том пользовательском интерфейсе, который реализует одну и ту же вещь. Давай в качестве примера посмотрим какую-нибудь, давай тудушку какую-нибудь, ну, там, они там разного уровня есть, там, и так далее, да, там, прямо вот с точки зрения, ну, логики, да, то есть хранение данных, там, то, все, пятое, десятое, абсолютно 100% похожие задачи. Конечно. Берем одинаковые данные, храним в проектах, у нас есть разные ретроспективы, куда что показывать, у нас есть какие-то отчеты, там, выполнено, не выполнено, кому поставил, кто поставил, кто ответственный, куда переназначить, когда этот коллбэк сделать, там, лейто сделать, там, и так далее. Все это давным-давно, как бы, в виде какого-то пэккеджа сформировано, и ничего нового там никто уже не придумывает, не знаю, лет пять уже, я ничего нового не видел. Но главное отличие между всеми теми приложениями, которые сейчас есть на рынке, заключается во фронт-энде, то есть в той пользовательской части, которая делает мою работу, мою жизнь сильно лучше, сильно легче. То есть одна и та же предметная область, но она полностью по-разному реализована, и, соответственно, мы получаем очень интересную картину. Люди, которые красиво сделали UI, ну, хорошо, ну, красиво здесь я в кавычке возьмем, здесь имеется в виду, естественно, пользовательские экспириенсы, соответственно, вот именно вот эта часть. То есть отзывчивый дизайн, да, там, соответственно, очень минималистичные какие-то там решения с точки зрения, там, передвижения, там, не знаю, мышки, там, не знаю, для меня темный лес. Но дело не в этом. Дело в том, что те, кому это удалось, те собрали все основные деньги, как ни странно. И вот тот же пример последний, да, Вандерлист, то есть который был недавно куплен Майкрософтом за какие-то смешные... А, не Фейсбук? Нет, по-моему, Майкрософтом. Не смешные какие-то деньги, ну, то есть прям совсем хорошо. Так, ребята, Вандерлист, по-моему, это же немецкая компания, да? Вроде да. Вандерлист. 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 Сейчас быстренько посмотрим. Вандерлист. Да, теперь к компании Майкрософт, точно. А вот, а была какая-то там... По-моему, немецкая была компания. Ну, вот, там же все очень так минималистично, так, все очень прозрачно, все так же, как у всех. Но вот, как бы успех. Успех, потому что красиво сделали пользовательскую часть, то есть фронт-энд. Ну, смотри, я с тобой полностью здесь согласен, но я смотрю на это с точки зрения инженера, который это делает. Если вы делаете фронт-энд, то здесь все завязано над тем, кто делает UX. Хоть вы тресните, здесь вы легко заменяемый человек, и даже если вы бог в JavaScript, скорее всего, ваших скиллов JavaScript, которые вы вот там реально божество, да, они не нужны для создания того, что придумали на стороне UX, UX-дизайнеры, и никто не будет платить человеку, который бог в JavaScript за то, что он бог, пришел писать UX. Нет, есть нормальный левел, который он зарабатывает, отрабатывает, и с высшими платить смысла вообще нет, если можно уволить, взять медла какого-нибудь толкового, который останется в этой компании еще три года, потому что он захочет вырасти в сеньора. И все. Вот с этой точки зрения, как инженер, вы там можете зарабатывать бабки, на вас легко выгонят, поэтому я часто говорю людям, задавайте себе два вопроса. Вопрос номер один. Если я сейчас скажу начальнику, что я увольняюсь, будет ли он за вас биться, или он вас просто легко отпустит? И второе. Если вас уволили, вы сможете пройти на работу вашей мечты легко, просто придя и сказав, что вот я такой, это вот мое портфолио, можно я завтра выйду на работу? Ну, это и утрирует, конечно, насчет сложности. И куча работ, где крутятся бабки, они, как правило, такие, где нет. Уйдя с этой работы, трудно куда-то устроиться будет. Реально надо будет доказывать, что ты знаешь JavaScript, потому что ты сильного там, допустим, не использовал. Это во-первых. А во-вторых, ты UX не делал. То есть это не твоя заслуга, что продукт хорошо полетел, ты там двигал кнопочку. С другой же стороны, если ты пишешь jQuery и твое любое используют на этих проектах, то ты можешь прийти на любой проект с деньгами, который ввязает jQuery и сказать, я создатель jQuery. Давайте я вам сейчас вот в два раза быстрее ускорю ваше производство, просто придя к вам работаю, и они уволят медла, который там сидит, и будут давать ему кучу бабок. Вот я только об этом. Причем позиции вот таких людей, которые компиляторы пилят, jQuery пилят, их куча открытых, там предлагает куча бабок, а люди вот туда не идут, уже учиться надо, да, надо N числа лет сначала поучиться, потом туда возьмут. Все идут на позицию медла в какой-нибудь стартап, где сейчас куча денег. И да, там куча денег, ну и что? Уволят человека, куда он пойдет? Кодить за еду, да, я вам верстать буду за яблочко. Вот. Ну, тут такое уже, за работу уже пошла заруба. Смотри, нам тоже, кстати, в чатике подливают вопрос, что типа там, как эти деньги между разработчиками перераспределились. Ну, если это был стартап, и там у людей были доли, то тогда, соответственно, в соответствии с этими долями, я так подозреваю. Если это был не стартап, а это были наемные сотрудники, то тогда это были наемные сотрудники, и тогда между владельцами. Так что, в общем, вопрос вполне себе закономерный. Вот. А по поводу работы, ну, смотри, если ты как бы постоянно растешь, да, то я абсолютно уверен, что там большая часть людей, которые там что-то пилят, они, ну, там, более-менее стоящие, то они обладают как бы такой чуйкой, да, там, условно говоря, сколько времени мне осталось в этой конторе. Ну, и вообще хороший начальник, он обычно как бы там готовит человека к тому, что тебе пора из этой конторы как бы уходить, или там, ну, скоро это может случиться, и начинает искать там себе, ну, замену этому человеку, там, готовить этого человека, чтобы он куда-то смог уйти. Ну, нормальный начальник, по крайней мере, этим занимается, на всякие рекомендации готовит, там, и так далее. Как мне кажется. Поэтому вот этот вопрос о том, что, ну, уволили человека, это вопрос не, как бы, он же с двух сторон решается. И с точки зрения человека, который думает, ему нужно увольняться или не нужно, вот сейчас вот уже пришло время двигаться дальше, потому что он здесь уже все сделал, и, или нет. И с точки зрения, соответственно, менеджмента. Потому что, смотри, здесь немножко экономический вопрос, давай мы чуть-чуть его тронем, не очень хотелось бы, но все равно. Вот смотри, это же работа в любой компании, ну, как бы, мы с тобой понимаем, что, главное, как бы, прибыль получается там, где ты работаешь на инвестора. Потому что инвестор вкладывает деньги и хочет получить как можно быстрее с них отдачу. Соответственно, его задача вложить какие-то количество денег, он, как правило, готов платить выше рынка, да, но при этом, соответственно, он хочет получить больше качества, соответственно, он готов нанимать лучших профессионалов. То есть стратегия для человека, который занимается, ну, там, высокий профессионал в какой-то области, работать на инвесторов вот в этой конкретной области, да, в которой он там профессионал. То есть инвестор, соответственно, для него важно за короткий промежуток времени нанять суперпрофессионала, который реализует основную, самую тяжелую работу, и потом его, соответственно, уволить. То есть, как бы, ну, понятно, да, две стратегии, они пересекаются. Соответственно, как только ты понимаешь, что у тебя заканчивается время работы на этого инвестора, ты ищешь другого инвестора и переходишь, соответственно, к нему. Опять же, тоже, опять же, с повышением. Ну, то есть, по рейту, там, еще по каким-то образом. Соответственно, для суперпрофессионала он ищет всегда таких людей, которые занимаются такими какими-то инвестициями, готовы вкладывать деньги и платить выше рынка. Соответственно, инвестор всегда ищет этих людей, соответственно, с высокой квалификацией. Но в нужный момент времени, у него уже точечка где-то намечена, он их будет обязательно менять на людей, там, медлов и там, ниже тоже. Ну, понятно. Потому что, как бы, основная функциональность сделана, все, дальше саппорт. Или там дальше уже неактивная разработка, ну, там, чуть-чуть попиливаем. Соответственно, как бы, и с этой точки зрения, ну, как бы, понятно, что выгодно работать на инвестора. Но, черт возьми, как-то сладкое заканчивается, нужно идти дальше. В нашем бизнесе, да, остановился, все, тебя скушали. Слушай, давай на этой прекрасной ноте и будем финалить, потому что уже, как бы, час прошел, может быть, меньше. Хочется еще ответить, много чем поговорить, но, да. Да, ну, к этой теме можно возвращаться до бесконечности. Да. Ну, вот на такой непрограммерской нотке мы заканчиваем выпуск этого подкаста и будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. К сожалению, сейчас наш подкаст не вышел в iTunes. Но мы работаем над этим, да. И как только он появится, ну, обязательно всякие ссылочки появятся, и можно будет в комментариях писать. Писать и к нам, соответственно, присоединяться в темках. Об этом мы объявим в одном из следующих наших выпусков. А на этом все. Прощаемся с вами. До скорых встреч. Петя, кофе, пишите Java. Пока-пока. Всем пока. Так. Кат. Кат. Стоп, нажал. Так, ну, ты же учти, что мы еще пока в онлайне. О, да, да. Сейф надо сделать. Да, сейчас я засейвить. Собрани все. Засейвить. У нас... Прекрасно. 50 минут грязного времени. Я сегодня просто реально убегать надо, поэтому попросил остановиться. Но вообще хотелось еще, конечно, поговорить. И да, может... Каливарная тема. Каливарная тема, я согласен. Ну, мы как-то на нее зашли, это... Ну, ладно. Нас простят. Я надеюсь. Так, это у нас какой выпуск вообще? Это 90... Сейчас я тебе скажу. 90... Господи, только что задавал. 93-й. 93-й, да. Окей, да, был тем со второй. 92-й я тебе уже выслал, да? Да, 92-й уже все сделан. Там такой классный ковер. Тебе прям понравится, когда он выйдет. Так. Так, хорошо. Ну, вроде неплохо получилось. Я так понимаю, что у нас даже и после шоу какое-то будет иногда. Иногда, да. Кстати, вот реально, как бы мне вот эта фраза понравилась. Мои коллеги вот прислали. Я сейчас в чате, кстати, брошу слака. Давай. Мои коллеги из Соединенных Штатов прислали вот этот хуяк-хуяк в продакшн. По-английски слабши, тогеза эндеплой. Вот. Мне прям очень нравится. Я прям вообще, я прям тащусь с этой фразы. Ну, вот ты же понимаешь, что тебе придется на этой YouTube-записи ставить ограничения. Почему? А я там хуяк-хуяк не сказал, кстати. Так мы же еще в лайв эфире. А-а-а, ты че? Ты еще и повторил, да. Ладно, ничего страшного. Ты знаешь, никто не заметит. Ну да, да. Так, ну хорошо. Я на этом тогда предлагаю попрощаться, потому что мне реально нужно убегать. Да, прошел. У меня там блинчики. Я то есть блинчики готовлю. Видишь, у меня коверная версия в этот раз. Такой быстрый вопрос. Как у тебя? Ты продолжаешь деятельность насчет курсов? Да, я сделал, как бы мне надо все сверстать. То есть, как бы там еще несколько лекций готовых. И парочка уже полностью готовых. То есть, там стопроцентный продакшн уже сделанный. А три лекции, они там в таком сыром виде. То есть, там что-то сделано, что-то не сделано до конца. В основном не сделаны тестовые задания, чтобы потом выкладывать. Или ее часть там готовая. Ну, там с Рахимом, как только они закончат свои эксперименты, мы там поговорим. Потом дальше решим, что будем делать. Пока, в общем, непонятно. Но я тут, видишь, в октябре еще в отпуск ухожу. Посмотрим, короче, как там все будет. Я понял. Так, а я... Там, наверное, один выпуск у меня выпадет, потому что я только... Это будет сразу же суббота после перелета. Релокейтинг. Да. Ты когда улетаешь, кстати? Ну, у меня самолет 14-го. Да. Поэтому это будет... Это, по-моему, это среда. То есть, у меня будет два дня, чтобы интернет настроить. Поэтому, может, я все-таки смогу. Когда мужики сомневаются. Да. Не, ну там на первые три месяца мне жилье дадут, и там интернет будет по договору. А вот... Будет ли? Ну, я и говорю, что... Мужики сомневаются, да. Мужики сомневаются, да. Вот. И к тому же нам надо будет, наверное, немножечко время перенести будет, потому что тебе, наверное, совсем будет неудобно. То есть, если сейчас... Что там? Ты же в Калифорнии, да, переезжаешь? А, нет. Мне как раз нормально. Так, в Калифорнии это будет 7 утра, и я, например, это лучше... Ну, вот сейчас вот 8 утра, да. Да, будет 7. Да. Я окей, потому что у меня день не будет разбит. У меня прям вот... Встал... Сутричка записался и побежал, да. Да. Хорошо, прям отлично. А у меня как раз будет вечер. Вообще прекрасно. То есть, у меня, считай, в 10 вечера, а у тебя будет, соответственно, 8, ну, 7 утра. 7 утра, да. Ты знаешь анекдот... По часикам? А, это мне напомнил анекдот. Ты знаешь анекдот про Ла-Манш? Постройку, тоннель под Ла-Маншем. А, ну пусть у нас будет 2 тоннеля? Да, да, да. Вот, так что в крайнем случае у меня есть мобильный интернет, так что я все равно постараюсь. Ну, не, это прекрасно, прекрасно, я считаю, что... Ну, инженерная, кстати, была крутая задача, если честно. А, да. Да, да, да. Вот, ладно, побежал я, рад был видеть. Все, давай, счастливо. Давай, пока. Пока.